Завершая этап представления доказательств стороной защиты, адвокат Марина Тания подготовила для приобщения к материалам дела ряд документов, характеризующих ее подзащитных. Разрешите я представлю вам для приобщения к материалам уголовного дела ряд документов. Это касающиеся моего подзащитного Чкадуа Эрика Юрьевича о том, что он состоит в браке. Я предоставляю оригиналы и копии, что он состоит в браке, что у него двое детей Чкадуа Донат Эрикович и Чкадуа Ольга Эриковна. В отношении моего подзащитного блаба я хочу представить вам для приобщения ряд документов как характеризующую личность о том, что он действительно состоит в браке, что его супруга инвалид детства второй группы. Вот есть копии, есть оригиналы, что вот ее паспорт. Далее на его иждивение находится ребенок 2005 года рождения, что он тоже является инвалидом детства. Суд приобщил представленные адвокатом документы, так же как и справку, подтверждающую место жительства матери подсудимого Беслана Бганба. В отношении Бганба в материалах дела должно быть, что он состоит в браке, имеет детей и так далее. Кроме этого, в отношении Бганба я бы хотела представить о том, что его мать, Кулбая Бганба, Заира Спиридоновна, 47-го года рождения, что она проживает в село Расвелиха Чемчевского района и проживает одна фактически на его иждивении. На этом представление доказательств стороной защиты подошло к концу. Далее у гособвинения и адвоката потерпевших есть возможность дополнить судебное следствие. Прокурор Даур Амичба заявил ходатайство об оглашении показаний свидетелей Дианы Узуноглы и Ахры Джупо. Произошли изменения в законодательстве, которые ранее нам не позволяли использовать данную статью 281. Мы хотели бы заявить ходатайство об оглашении материалов уголовного дела, содержащихся в 3-м и в 11-м томах. Это протоколы допросов Узуноглы Дианы и Джупо Ахрышотовича, которые были допрошены в ходе предварительного следствия. По нашей информации и по информации суда Узуноглы Дианы Дмитриевны проживает на территории Российской Федерации. С ней неоднократно связывался помощник и она находится там. Что касается Джупо Ахрышотовича, в отношении него возбуждено уголовное дело. Он объявлен в розыск и находится на территории Российской Федерации. Была информация, что он был задержан, впоследствии отпущен. Эта информация доступна в сети. Соответственно, он длительное время находится за пределами Республики Абхазия. В соответствии с 281 статьей мы хотели бы, чтобы суд дал возможность огласить вышеописанные показания. Адвокаты и подсудимые выступили против удовлетворения ходатайства. И акт, подверждающий о том, что это лицо отсутствует и не проживает сегодня на территории Абхазии. Какие доказательства, какие подверждения тому, что ее нет. Поэтому я, что бы вот тоже, а розыск, дарикон, дарикон, соцсети, дайте бумагу. Суд не удовлетворил ходатайство обвинения ввиду отсутствия документов, подтверждающих пребывание свидетелей за границей. Прокурор Даур Амичба намерен представить доказательства на следующем заседании и снова заявить ходатайство. Что касается Джо Пуаха, мы к следующему процессу представим, запросим официальные документы о нахождении его в розыск. В отношении Узун Дианы Дмитриевны мы просили бы суд связаться вновь с ней, составить телефонограмму и вызвать ее к следующему судебному заседанию, либо удостовериться, что она находится за пределами республики Абхазия. Гособвинители заявили о намерении ходатайствовать о продлении ареста для всех подсудимых на следующем заседании, которое назначено на 28 ноября. Надежда Боровикова, Саид Агухава, Абаза ТВ. Саид Агухава, Абхаза ТВ.